суббота 25 августа и у меня сегодня фэри портсмасса 5 я еду на встречу с мужчиной расскажу расскажу обязательно вам об этом сегодня как вы видите очень много людей потому что у нас суббота утра 10 часов утра но тем не менее и несмотря на плохую погоду сегодня дождь у нас вот все равно люди отправляются кто куда вот так заходим вот так заходим и ай и вот так вот выглядит это пассажирская наша фэрри фэрри это паром и сейчас через 15 минут я приеду в портсмасс вот такой вид у нас очень очень сегодня сера пасмурно дождливо вот так из другого окна вид у нас в общем вы знаете я конечно извиняюсь за качество съемки потому что у меня с собой нет стабилизатора он огромный мне не хочется его с собой тащить на свидание так что даже если вам что-то я сегодня и покажу то это будет очень некачественная съемка сразу заранее извиняюсь за это ну и пока я еду у меня есть время немножко вам рассказать предысторию друзья вы заметили что я отсутствовала наверное больше недели но и я вам обещала если мне удастся показать свадьбу моей знакомой очень хорошей людмилы до свадьба у нее была девятнадцатого августа все было очень прекрасно хорошо но вы знаете я не смогла поехать к сожалению было много у меня других других занятий других забот и очень далеко честно говоря к ней ехать и накладно ну вот поэтому я и не поехала но знаете она мне прислала немного видео небольшие фрагменты со своей свадьбы так что я в курсе я может быть спрошу у нее хочет ли она чтобы я выложила эти видео на всеобщий обзор для вас вот и если она даст добро то я вам немного покажу но вы должны понимать друзья что это свадьба не в таком полном смысле слова как вы думаете что это знаете свадьба молодых 20-летних людей невеста и жених молодые и красивые здесь невеста и жених over 70 старше 70 поэтому и конечно же гостей у них там совсем немного что-то около 10 человек по моему было ну и в общем так спокойно все прошло люди на друзья приезжали до только из из а те кто живут в англии их было совсем немного две пары по моему одна женщина с детьми ну и остальные это были родственники жениха поэтому вот так конечно всем большое спасибо те кто говорил что а его его и ловите букет и вы там найдете взять на кого-то ну может быть ним вы нет не совсем поняли что это свадьба не настолько шумная веселая энергичная чтобы мне там кого-то разыскивать знаете ехать за 10 верст хлебать киселя ну в общем это реально не совсем то что вы предполагали так что я хочу сказать сегодня я вам расскажу немножко о моих встречах и вообще очень много у меня было новостей за эту неделю поэтому я была очень занята и не могла даже сделать вам новое видео ой вы знаете я немножко под простыла вот слышите такой голос у меня хриплый поэтому не пугайтесь вот вы знаете почему потому что лето в этом году в англии вообще отвратительное ну практически лето не было в июне месяце не было немного наверное дней 10 такой хорошей погоды жаркой когда можно было купаться но они все успели и вода еще была холодная как-то для меня например я смогла искупаться в этот раз всего лишь три раза на море это ужасно это невозможно но это так вот а сейчас у нас погода плюс 16 и вот через день идут дожди проливные дожди вы знаете поэтому уже по моему ни о каких купаниях речи не идет хотя вчера я гуляла вдоль побережья и видела что там вот мы уже подъезжаем осталось нам три минуты наверное мы припаркуемся я расскажу вам сегодня историю моих встреч усаживайтесь поудобнее давайте начнем ну я уже в портсмассе как мне теперь тут найти мы договорились что он будет меня где-то на этой площади встречать тут и автобусная станция тут очень многолюдно сейчас попробую найти 11 часов ну вы знаете забегая вперед что я хочу сказать что я как-то немножко была заинтригована именно вот этим мужчиной джоном его джон зовут я увидела его фотографии он мне написал я в этих сайтах как уже по совету моей знакомой сама первая никому не писала я ждала только когда напишут мне это работает лучше нельзя быть навязчивыми мужчины охотники мы не должны об этом забывать и вы знаете это работает так вот значит он мне написал мы с ним переписывались какое-то время потом он спросила я где он живет он сказал что он живет в 70 милях от портсмасса это значит в лондоне в лондоне да конечно хорошо он написал что он вдовец и что он работал раньше в банке вот теперь он пенсионер ему 70 лет ну и несколько раз он мне звонил вы знаете такой приятный голос такой интеллигентный мужчина я чувствую по разговору я была очень заинтригована но и у него к сожалению всего одна фотография она такая издали вы знаете и не видно на самом деле как этот человек выглядит в общем мы встретились вот в этом английском баре чудесном и что я могу сказать моему удивлению и моему шоку не было предела потому что вот я не могла показать вам его впереди хотя я покажу сейчас его впереди вам как он выглядит вот это тот именно джон который говорил что ему 70 лет и который вот приехал ко мне навстречу я конечно же ничего не могу и не хочу сказать плохого об этом мужчине вот я попросила его попозировать когда мы поехали дальше и вот так вот он выглядит да но понятно что ему не 70 лет на мой взгляд ему лет 80 85 вот как-то так ну как бы знаете опять же возраст я все время пытаюсь сказать что возраст не имеет значения конечно возраст не имеет значения но человек должен не врать первым делом уже тоже много раз на этом обжигались и сама я когда-то попала когда я всего лишь навсего на пять лет снизила свой возраст я потеряла одного очень приятного мужчину на сайте и вот точно так же понимаете ну зачем писать что тебе 70 лет когда уже вот такой вот глубокий старик и понятно что каждый человек в любом возрасте хочет быть счастлив я только за но самое главное же друзья но если человеку за 80 то так надо и писать что за 80 я то кстати уже точно написала свой возраст что мне 68 на сайте и нисколько я много не потеряла из-за этого все прекрасно уже такая вот молодежь которая только ищет секс она от меня отвязалась прекрасно да а вот пишут люди около моего возраста ну я там ограничения конечно поставила до 72 вот тем не менее вот я ничего не потеряла я считаю меньше каких-то лишних заморочек ну а если мы вернемся к джону то конечно всякий человек хочет быть счастлив но встретил бы он там если бы он правильно указал свой возраст что ему 83 может быть 85 ну и нашел бы такую же себе чудесную женщину за 80 и жили бы они себе поживали там ну в общем вы знаете самое интересное то что когда я у него спросила я же была ужасно шокирована вот я такого не ожидала сказать по правде он был чем-то даже похож на моего покойного мужа рентона вы знаете вот но просто вот как-то до одного года похожи они даже может быть но я не знаю но вот как-то топ видно что это тоже самое поколение которого я встречала в друзья рентона все эти вот они были похожи очень интеллигентные такие люди много знающие начитанные отличающиеся конечно взглядами от молодежи но вот это все но конечно привлекает но удивляет то что мужчина которому далеко за 80 он тем не менее смотрит женщин 60 лет 65 не хочет своих ровесниц вот видите мужчины в любом возрасте они не меняются ему надо помоложе покрасивее вот это все ну и знаете я конечно понимаю я вижу что я ему понравилось он стал сразу мне тут в пабе в этом мы с ним сидим он мне начал все что так рассказывать 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 как и как он добирался как ему нравится как он вот как я ему нравлюсь а можно тебя за руку подержать я говорю ну за руку конечно можно и вот это я сижу мне уже как-то даже немножко стало неприятно особенно когда я спросила действительно ли тебе 70 лет и он сказал что да я говорю ну послушай джон ты выглядишь намного старше ты уж меня извини конечно но я говорю напрямую зачем же ты свой возраст неправильно указал он сказал нет нет я вот видишь хожу немножко плохо потому что я попал в аварию 20 лет назад вот у меня как раз разбилась жена а то что я был за рулем я остался в живых но я перенес очень много сложных операций поэтому я так плохо выгляжу но понимаете друзья я конечно могу немножко согласиться с тем что человек может хуже выглядеть после операции в общем если у него здоровье не совсем в порядке но возраста это не прибавляет все равно 20-летний мужчина который попал в аварию он же не будет выглядеть 80-летним стариком когда он когда он там лежал долгое время на операциях и в больнице ну вот у меня такое мнение ну и дальше с нашим свиданием я вы знаете уже хотела просто из извиниться сказать что я вот сейчас вот приду выйти и по-английски уйти не прощаясь ну потому что как-то даже мне стало действительно не очень-то с ним интересно и приятно дальше что-то продолжать понятно что тут ничего не получится и зачем еще мне тратить время потом я подумала но это будет уж совсем как-то невежливо но я так не могу потом вот думаю человек ехал в такую даль это в общем то тоже трудно я понимаю 70 миль он выехал как он мне сказал в пол седьмого утра и вот только к 11 он подъехал потому что пробки кругом пробки ехать из лондона сложно вот ну и наверное он почувствовал мое такое мои такие колебания поэтому он мне сразу сказал а я у него спросила игру хорошо ладно мы вот сейчас сидим пьем кофе ты мне так много тут что-то рассказываешь про себя но мне как-то не интересно ты извини уж конечно я говорю я понимаю так что у нас с тобой какое может быть будущее ты вообще себя как представляешь наше будущее ну он там что-то начал мне говорить что ему нужна женщина рядом вот театры будем ходить смотреть телевизор держаться за ручку что еще он может сказать другого ничего но тем не менее он сразу сориентировался и понял что меня надо как-то чем-то увлечь и он мне стал говорить что он очень очень хочет чтобы наша встреча продолжилась и вот он даже ради меня он купил себе новую машину буквально две недели назад друзья он сказал мне что он купил новый лексус и он хочет что он забронировал забукировал место тут очень хорошем пабе в одном маленьком городишке английском недалеко в 25 милях от портсмасса и вот если я хочу мы покатаемся на его машине и он мне этот красивейший английский город как он сказал он мне покажет ну я подумала слушайте я все равно уже приехала в портсмасс я все равно уже истратилась на паром мне просто так возвращаться еще целый день впереди думаю да ладно почему бы и нет и вот мы с ним поехали и вот этот его лексус новый друзья новый новенький красивящий внутри салон вы видели да ну вот огромная машина я не постеснялась спросила если ты ее новую купил ты наверное переплачивал потому что я знаю что англичане мне говорили лучше покупать вот когда немножко немножко миль уже есть на спидометре потому что она сразу падает в цене если новую берешь что переплачиваешь огромные деньги я спросила сколько же стоит твоя эта машина лексус и он мне сказал наберите воздуха в грудь друзья что машина стоит девяносто восемь тысяч фунтов стерлингов ну или если грубо по курсу 15 миллионов рублей вот такая вот машина если я подумала моя квартира стоит примерно я ее покупала за те же самые деньги квартира в англии вот и как квартирах там в россии которая стоит 2 или 3 миллиона в моем родном городе вот из говорить не приходится ну вы знаете еще что я подумала такие дорогущие машины эти новые сейчас они всякие есть много очень не то что раньше мы стояли в очередях ну не мы а наши родители да за машинами сейчас пожалуйста бери будут и были бы деньги бывает и по 100 тысяч фунтов и дороже вы тоже знаете это но я как-то никогда не задумывалась об этом а тут когда я села в эту машину когда я увидела какая это прелесть какой комфорт все они автоматические у всех у них огромные впереди вот эта панель с большим экраном прекрасная стерео музыка и чего там только навороченного нет по она сама тебе все говорит когда ты паркуешься как ты подъезжаешь да действительно прекрасно и тут я сказала фразу которую вспомнила я говорю как хорошо и как правильно ты поступил что ты себе купил этот автомобиль потому что у гроба кармашков нет как говорят у меня на родине он стал хохотать он говорит боже мой я никогда не слышал этого выражения как она мне понравилась и как действительно в тему и мы домчались 28 миль в этом прекрасном автомобиле незаметно приехали в эту деревушку которую он мне хотел показать could you tell me again the name of this small village Boshim Boshim and it says alright no worries ой сколько вас много смотрите какое чудное семейство папа и мама и семь ребятишек таких классных взрослых смотрите как здорово отдыхают на солнышке это семейство лебедей как вы может быть заметили семь уже выросших птенцов это бывает крайне редко обычно гибнут больше половины выводка ну и мы посетили конечно же старинную англиканскую церковь holy trinity church называется то есть церковь святой троицы очень часто встречающиеся названия церкви в англии ну вот немного немного я всего лишь сняла и вот здесь видите в пользу в поддержку украины собирают деньги и вот такой вот стол памяти здесь тоже организован часто можно в англии встретить в церквях такое and in the floor there is set a brass м-м-м м-м 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 where the Y-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-e-c-i-e-e-e-е-е-wco. That is basically a depiction of the one of her relatives from 1600 and something in a suit of armor with his wife on his shoulder on his side and his 18 children all named in the church if you google. Дала немного послушать вам английскую речь, как вам понравилось. Возможно, вы поняли то, о чём рассказывал мне Джон, и тоже найдёте в гугле, и посмотрите. Очень интересно, я никогда не слышала раньше об этом. В общем, чтобы были ближе, как говорится, к теме. Ну и мы провели, в общем-то, неплохой день, скажем так. И дальше мы прекрасно пообедали в пабе, и Джон всё время пытался меня увлечь всё больше и больше. И он мне сказал, что как-то вот мне так приятно с тобой обо всём разговаривать. И я даже хочу сказать, вот несмотря на то, что ты не любишь и не хочешь говорить о политике, но это всё равно, она в нашей жизни, видишь, вот везде. И я хочу сказать, чтобы ты не расстраивалась по поводу своей страны, России, и что всё равно большая часть симпатий англичан, она на стороне вот именно простых, обычных людей. Пусть это будут русские, пусть это будут украинцы, но мы понимаем, что они совершенно не при чём в том, что случилось. Ну, в общем, ладно, и об этом я не буду больше распространяться. И когда мы ехали обратно с Джоном, он всю дорогу пытался меня ещё больше заинтересовать. Он мне рассказывал, какой у него большой дом в пригороде Лондона, буквально там в семи милях, это очень недалеко, считаются самые лучшие районы. И он мне рассказывал, что у него огромный сад также, и что он так хочет, чтобы к нему приехала вот такая вот прекрасная женщина и поселилась там с ним навсегда. Вот, и, конечно же, мне это было приятно слушать, но, друзья, меня уже этими калачами не заманишь. Мне бы хотелось всё-таки найти мужчину примерно своего возраста. Я надеюсь, что вы меня поймёте, и зачем мне его дома и его сады. Нет, я ищу отношений. Вот такое сегодня, друзья, у меня для вас видео. Я возвращаюсь обратно уже почти 6 часов вечера, и качка, вы видите, какая... В общем, сейчас приеду, буду отдыхать. Я была довольна, несмотря ни на что, очень интеллигентный, приятный мужчина. Надеюсь, что вам понравилось моё сегодняшнее видео. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»